Всем привет! Уж очень полюбилась мне буддийская деревня Парпинг в часе езды от Катманду. Уже несколько дней вот что-то внутри муляет, прям хочется туда съездить, проведать всех. Чайку попить! Чтобы добраться до деревни Парпинг, вам понадобится Ратнопарк. А Ратнопарк у нас находится напротив Биргоспиталя. Это вот такой ориентир. Биргоспиталь, через дорогу, Ратнопарк. Вон видите, где автобусы стоят. В общем, туда и идем. Подходим к первому водителю и спрашиваем. Води, Парпинг? Парпинг? Дакшинкали? Куда? Даневат. Главное, чтобы у вас с произношением все получилось, иначе вас не поймут. Но есть подсказочка. Еще это место называется Дакшинкали. Дакшинкали вроде как все понимают. Итак, это первая наша остановка на полпути. Вот пробка. Такое частенько бывает в Непале, но тем не менее, она мне не в тягость, потому что здесь свежий воздух, вон лесок. Вон ребята сидят, скучают, смотрят, что я делаю. Ну вот. Много людей очень парится в автобусах. Я бы на их месте, конечно, вышел и не мучился. Потому что пробки такие бывают. Ну там, полчасика постоять, чаек попить. Ну, будем посмотреть, как говорят у нас в Одессе. Решил не париться и пойти пешком. Пешком как-то веселее. Ну, а чтобы пыль не глотать, вот у меня есть шарф. В Непале очень необходимая штука. И все-таки это ничем не сравнимый вайб деревенской жизни, когда дышится легко, когда кругом прекрасная природа, запах коровок и топленого масла. И это наша первая локация, которую я вам хотел показать. И это будет небольшой сюрприз. Итак, дорогие друзья, вот он долгожданный и обещанный сюрприз. Сюда было добраться нелегко. Вот. Это огромная статуя, наверное, метров 25 в высоту, Гуру Педма Самхавы. К сожалению, туда не пускают. Там сейчас идут ремонтные работы. И пришлось еще уговаривать, чтобы мне разрешили видео тут снять. Вот. Так что наслаждайтесь. Получайте Даршан. Даршан. Насколько это возможно отсюда. Он огромен. И видео, к сожалению, не передает всего этого величия, всей этой красоты. Но впереди у нас еще много всего интересного, поэтому не расстраивайтесь. Будет что посмотреть. Решил еще немного подснять с другого ракурса, чтобы вам, может быть, было понятнее. На въезде в Парпинг можно наблюдать вот такой замечательный пруд с огромными рыбами. Решил еще немного подснять с другими рыбами. И так, наконец-то мы добрались до центральной точки Парпинга. Здесь вот у нас бас-стенд возле футбольного поля. Вот это центральный перекресток. Туда буддийские монастыри, а вот туда Дакшинкали. Умно-махщевая. Конечно же, слабонервным и ярым вегетарианцам я бы не советовал посвящать Дакшинкали, потому что здесь до сих пор режут животинку. Там ее предлагают калий, а здесь ее разделывают, потрошат. В общем, зрелище не для слабонервных. Вот так вот прилег я себе на лежаночке отдохнуть, пока там куча людей. Вот, полчасика только закемарила, тут пришли вот эти товарищи. И давай меня будить своим лайнем. Кукур. А, ау, ау, ла. А, кикукур. Так что все, могу ночевать теперь здесь. Охрана у меня обеспечена. Так вот, вернулся я, поднялся точнее из Дакшинкали. Пришлось немножечко повоевать за просад. А сейчас я направляюсь в сторону буддийских монастырей, университетов. Тоже поснимаю немножечко, вам покажу. Может быть, расскажу что-нибудь интересненькое. Мы когда-то помогали строить эту ступу. Носили сутры из библиотеки. Сутры закладывали вон в ту верхнюю башню. А жили мы когда-то вот в том крайнем домике на первом этаже. Очень уютно. Рекомендую Бенчин ретрит-центр. Люблю всякие праздники. Когда шум, гам, балаган, не все счастливы. Память на телефоне почти закончилась, поэтому буду снимать небольшими кусочками. Подпечаток этот на скале оставил сам Гуру Падмасамхала. Очень мощная пещера. Всем рекомендую побывать здесь. С такими красотами можно действительно просветлеть за одну жизнь. жить в таком месте и практиковать каждый день. Ну что, по-моему, неплохо прогулялись. Если вам понравилось, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Может, когда-то на нем разбогатею. И потихонечку отправляюсь я обратно в Катманду. Ямай. Дела мы живут круче, чем обычные люди у нас в Украине. Ну, смотрите. Чуминь. Намасте. Нормалек, да? Ну, кстати, этого чувака помню. Он сумасшедший. Намасте. Вообще нормальный чувак. Просто немного не в себе. Это кукуруза. Очень питательно и вкусно. Это единственная кафешка вот европейского плана. Здесь пицца, шмидца, кофе. Так что парпинг деревни-деревни. А жить здесь можно неплохо. Вон мамы себе ни в чем не отказывают. Каково применение этих стручков? Что они с них делают? Иди, Хана? Нет. Хана? Нет. Маленьких котят, а? Ну, ты смотри, какой игривый, а? Смотри, какой. Ты смотри на него. Смотрите на него, какой, а? Боевой. Боевой кот. Камышовый. Ты камышовый? Чи какой? Ты какой породы? С какого района будешь? Умар, да? Местный магазин по типу супермаркета. Самый большой магаз в деревне. Сейчас вам покажу мельком. Ну, а стейджи. Такой большой магазин. Смотри на него. Смотри на него. Продолжение следует...